Али Кришна, уважаемые преданные! Мы сегодня устраиваем первую импровизированную Шри Читания Бхагавата Патхану или чтение Шри Читания Бхагаваты написанной Шри Читания Бриндаун Дасантакурум И повод для этого очень прост Я по какой-то совершенно немыслимой удаче оказался в Майпуре, несмотря на карантин и ограничения Получилось приехать сюда И здесь я пробуду по милости Господа и Его преданных может быть еще две недели И сегодня 1 марта месяц, который мы празднуем обычно Шри Гаварапурниму И я подумал, что самый лучший способ подготовиться к празднованию Гуру Пурнимы это прочитать о Господе Читании Махапраму о Его явлениях, Его деяниях Его качествах, Его преданных, которые приходят вместе с Ним Обычно в эти дни, предшествующие Гуру Пурниме мы читаем из читания Чиритамриты Однако в этот раз я решил немного изменить этой традиции и прочитать вместо этого читание Бхагавату Шриминдаунда Сатакура Рассказывают, что когда Шрила Прабхупада принимал решение о том переводить ли ему читание Чиритамриту или читание Бхагавату На самом деле сегодня произошла удивительная вещь Я слушал лекцию Шрила Прабхупады которая была прочитана им 1 марта то есть в этот день, в 74-м году в Майя Пури И Шрила Прабхупада стал читать лекцию по читанию Чиритамриты сказав, что мы начинаем читать в эти святые дни, как он говорит читать о Господе Читании Махапраму, читание Чиритамриту и он стал рассказывать о том, как ему пришло вдохновение написать комментарий, перевести читание Чиритамриту он сказал, что в прошлом году один джентльмен, мой друг сказал, почему бы тебе не перевести читание Чиритамриты у тебя это хорошо получится сказал Шрила Прабхупада, скромно сославшись на своего знакомого джентльмена и Прабхупада дальше говорит, таким образом я получил посвящение от этого джентльмена в перевод Шрила Чиритамриты и теперь Прабхупада говорит, вот прошло уже около года и мы уже работаем над 20-й главой Мадгелилы читания Чиритамриты и Кирираж Махараша рассказывал, что, насколько я помню, это был он когда у Шрила Прабхупады возникла дилемма, что же переводить читание Чиритамрита или читание Бхагавату причина такой дилеммы станет нам ясна через несколько минут мы прочитаем раздел Читания Чиритамриты все-таки, который будет рассказывать о читании Бхагавати устами Кирираса и Кириража мы услышим о славе и читании Бхагаваты и Шрила Прабхупада стал думать о том, что перевести читание Бхагаваты или читание Чиритамриту на самом деле сложный выбор, потому что оба этих трансцендентных произведения полны нектара игр Господа Читания, которые сравниваются с полноводной рекой Ганги на которой растут лотосы и живут всякие благоприятные жители такие как утки, лебеди и пчелы, которые бьются вокруг лотосов в этой реке и как рассказывает, насколько я помню, Кирираж Махараджи Шрила Прабхупада обратился с этим вопросом к двум своим доверенным слугам, к двум старшим прядам одним был Тамал Кришна Махараджи, другим был Бхавананда Махараджи он обратился к ним и спросил, вот что мне перевести, читание Бхагавату или читание Чиритамриту насколько я помню эту историю, читание, Тамал Кришна Махараджи сказал читание Бхагавату а Бхавананда Прабхупад, который, как известно, всегда спорил, у них все время были отношения в антитезе друг к другу все то, что он говорил Тамал Кришна Махараджи, Бхавананда говорил прямо противоположно и наоборот ну так вот, по крайней мере, описывается их отношение автором этого рассказа и на что Бхавананда Махарадж якобы сказал, читание Чиритамриту, конечно, Шрила Прабхупаду Шрила Прабхупада подумал о том и другом и решил переводить читание Чиритамриту для чего было несколько причин, одна из них очень важная для нас заключается в том, что помимо описания игр в Господа Читании Махапраму Кришнарский Вираж Госвами также описывает философию деяния Господа Читании Махапраму очень глубоко, подробно, со ссылками на Шримад Бхагават, на другие священные писания, на Пураны и сегодня в лекции, которую я слушал, Шрила Прабхупада так и сказал он сказал, что Чиритамриту удивительное произведение, в нем очень много бенгали и также там очень много санскрита, шлока, которую я прочитаю сегодня, сказал Шрила Прабхупада она как раз на санскрите «Агатия Кагатирнатва» это стих, я прочитаю его сейчас из читания Чиритамриты который почитал Шрила Прабхупада да, это стих из Ази Лилы, седьмая глава Агатия Кагатимнатва Хинардхадика Садакам Шри Читаниям Ликья Тэсья Прима Бхакти Ваданья Та перевод я вначале предлагаю своей постительной поклонной Господу Читании Махапрабу высшей цели людей, жизни и тех, кто лишен каких-либо, какого-либо имущества в материальном мире и он является для них единственным способом продвижения духовной жизни поэтому я начинаю повествование о великодушной раздаче предного служения в любви к Богу так описывает, так перевод Шрила Прабхупада этот стих так вот, Прабхупада, Шрила Прабхупада переводит этот стих и говорит это Читание Чиритамриты написано на Менгале ну, конечно, этот стих написано в санскрите там много других стихов, которые описывают Сиддханту в Гауде-Лачнауф Сабанду, Бедхи и Прайоржу некоторые стихи в Читании Чиритамрите написаны великими ачарьями предшественниками Кришнитаса Кавираджа Госвами такими, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами также стихи есть, которые написаны Рагунатой Дасан Госвами некоторые стихи Кришнитаса Кавираджа Госвами цитируют из Священной Писания, из Пурана, из Шримадбхагаватана, Упанишат некоторые составляют он сам и Шрила Прабхупада говорит дальше удивительную вещь он говорит, мой Гуру Махараш, когда бы у него не появлялось время он всегда читал Читание Чиритамриту более того, Шрила Прабхупада говорит, что мой Гуру Махараш предсказал, что Читание Чиритамриту будут читать люди по всему миру и ради этого они будут учить Бенгали но я решил, что лучше выполнить это предсказание моего Гуру Махараджа предоставив Читание Чиритамриту возможность читать ее на английском языке и поэтому я решил перевести ее вот так так вот, сегодня мы начинаем чтение Читание Бхагаваты вы спросите, почему? потому что, во-первых, Шрила Прабхупада согласно этому преданию также хотел ее перевести а во-вторых, потому что между ними нет никакой разницы однако Кришнадская Ража Госвами ссылается на Читание Бхагаватов в своей Читании Чиритамрите как о предтече как о той книге, которой он обязан вдохновением на составление Читания Чиритамриты поэтому мы прочитаем несколько стихов из Читания Чиритамриты вначале и потом мы будем читать Читание Бхагавату, которая написана Принанда Санта Куром и которая была прокомментирована также Шрилой Бхагаси Данты Сараса Титакуром поэтому будем читать ее на русском языке перевод любезно предоставленной одной из братских вальшнавских организаций перевод стихов Читания Бхагаваты перевод комментарий Шрилы Бхагаси Данты Сараса Титакуром я прошу прощения у преданных, которые только что присоединились к нам на канале Инстаграм мы начали несколько минут назад, но по тем или иным причинам трансляция в Инстаграме не началась вовремя поэтому я прошу прощения у тех из них, кто присоединился вот сейчас и мы, к сожалению, не смогли вовремя начать трансляцию на канале Инстаграм но, надеюсь, полная запись будет потом выложена вкратце для тех, кто только что присоединился на канале Инстаграм мы сказали несколько слов о том, почему мы решили читать именно Читание Бхагавату и Читание Бхагавата, как мы сказали уже, я вкратце повторю была написана Виндаунда Сантакуром, которого Крешдадский Верарх Госвами проставляет как ведовья сулил Господа Читания Махаправу и Шрил Пропада хотел перевести также Читание Бхагавата или Читание Чиритамрита но, видимо, понял, что времени на перевод обеих книг ему не хватит он решил выбрать Читание Чиритамрита одна из причин для этого заключается в том, что Читание Чиритамрита содержит очень много сидганты Шрил Пропада всегда делал акцент на изучении сидганты, философской основы для понимания лил Господа Кришны, лил Господа Читания Махаправу и вторая причина, как я уже сегодня упомянул, сославшись на лекцию прочитанную Шрил Пропадой 1 марта, то есть сегодня, в 1974 году в Майпуре я оказался по воле преданных и Господа в Майпуре и, пользуясь такой возможностью, решил прочитать с вами вместе читание Бхагавату сколько-сколько мы успеем в течение 27 дней будем читать ее до явления Господа Читания Махаправу по вечерам оказавшись в этом месте так вот, Шрил Пропада говорил о том, что мой Гуру Махараш очень хотел чтобы Читание Чиритамрита была распространена по всему миру и чтобы люди изучали Бенгали, чтобы читать ее но Пропада говорит очень скромно мы решили дать ее людям на английском языке и поэтому перевели ее так, чтобы вы могли читать ее на английском, не изучая Бенгали и сегодня первый день этой Патханы Читания и Читания Бхагаваты как я сказал, перевод этой книги на русский язык предоставлен любезно предоставлен нам Вайшнауми братской гауди Вайшнаумской организации перевод самого произведения и также комментариев к нему Шилы Бхаксиданте Сарасу Титакура но прежде чем начнем читать Читание Бхагавату мы прочитаем несколько стихов из Читания Чиритамрита из 8 главы Ади Лила, в которых сам Кришнарский виражик Асвами описывает причины по которым он воздает такие почести, такое уважение Читания Чиритам и Читания Бхагавати и Приндаванда Сатакура вот с этими несколькими словами вступления я хотел также поблагодарить всех вас за то, что вы принимаете участие в этом чтении надеюсь это позволит всем нам настроиться на правильное празднование на правильный лад на празднование Господа явление Господа Читания Махапрабу в день Говоропурнимы 28 марта этого года надеемся, что по мере нашего чтения Господь Читания Махапрабу постепенно переселится из этих шлок также в наши сердца как сам Кришнарский виражик Асвами говорит Читания Чиритамрити пусть же Господь Читания во Царицу в самых потаенных уголках вашего сердца сияет цветом расплавленного золота итак предисловие в качестве Мангала Чарана мы читаем несколько стихов из читания Чиритамрити Кришна Даса Кавиражик Асвами и потом пара прочтений этих стихов мы начнем читать читание Бхагавата Шри Читания Чиритамрита, восьмая глава Аделилы, текст первый Вандэ Чайтанья Дэвамтам Бхагавантам Ядычвая Прасабхам Нартьятэ Читрам Лэкаранги Джадопьяям Перевод Я выражаю почтение верховной личности Бога Шри Читания Махапрабу, по чьей воле я уподобился танцующей собачке и неожиданно для себя самого принялся писать читание Чиритамрити хотя я сам последний глупец такими словами начинает писать Кришнитарская Вража Гасвами восьмую главу Шри Читания Чиритамрити глава которой называется автор получает указание Господа Кришны и Гуру на составление Шри Читания Чиритамрити В самом конце Читания Чиритамрити Шри Чиритамрити теми же словами говорит о себе так же как Кришнитарская Вража Гасвами был очень слаб немощный, старый, но тем не менее выполняя волю Господа Нейтенанды он составил читание Чиритамрити также я трудился на ней практически в таком же состоянии тоже старый, немощный, но тем не менее по милости моего духовного учителя воплощение Господа Нейтенанды я смог составить это великое произведение перевод этого великого произведения также в этом стихе Кришнитарская Вража Гасвами сравнивает себя с собачкой он говорит, я вынужден танцевать хотя ничего не смыслю в писательском деле нартеты текст второй я выражаю почтение Шри Читания Махапрабху которого также именуем Гаврасундарой я склоняюсь перед Нейтенандой и Прабху который всегда исполнил Блаженство текст третий я выражаю почтение Двайтя Ачарии который очень милостив великому Гададхаре Пандиту который славится своей ученостью текст четвертый я постительно склоняюсь перед Шивасой Таакуром и всеми преданными Господа я падаю низ перед ними и поклоняюсь их лотосным стопам я буду выборочно читать комментарии Шива Прабхупады хотя их хочется прочитать все но поскольку целью нашего чтения и читания черетам это сегодня является настроиться на чтение и читание Бхагават я буду читать их выборочно прошу за это заранее простить меня комментарии Кришнидарская виражга с вами учит нас в первую очередь выражать почтение Панчататви Ши Кришна Чайтани Маха Прабху Нитянанди Прабху Адвэти Прабху Ганадхари Прабху а также Шиваси Прабху и всем другим преданным мы должны строго следовать этому правилу выражать почтение Панчататви описанное в мантре Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанди Ши Адвэйта Ганадхара Шиваса Дигавра Бхагата Бринда перед началом любой проповеди и особенно перед пением повторения Маха Мантры Харе Кришна Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе Харе нам следует произнести имена Панчататвы выразив им свое почтение Шиваса Дигавра дает нам крайне важное наставление перед началом любой проповеди и особенно перед пением Киртана и повторением Маха Мантры на четках мы должны повторять Маха Мантру Панчататву Маха Мантру и также перед повторением Панчататву Маха Мантры мы повторяем пранава-мантру Шири Прабхупади и своему духовному учительу Шири Прабхупади. Текст пятый. Пометуя лотосные стопа Панчататтвы, немой может стать поэтом, хромой перейти горы, а слепой увидеть звезды на небосводе. У меня поэтом тоже есть надежды, дорогие преданные, с вами сегодня прочесть, несмотря на то, что я немой, слепой и хромой, прочесть читание Бхагавату, несмотря на все мои недостатки и изъяны. Шири Прабхупади пишет, согласно фирософии Вашнауф есть три пути к совершенству. Садна сиди, то есть совершенство, обретаемое благодаря преданному служению в соответствии с правилами и предписаниями. Нити сиди, вечное совершенство, то есть постоянное памятование Кришны и крепа сиди, совершенство, приходящее по милости духовного учителя или другого вайшнава. Здесь Кришнатаса Кавераджинго с вами подчеркивает значение именно крепа сиди, совершенства, обретаемого по милости свыше. Эта милость не зависит от способности преданного. Благодаря такой милости преданный, даже если он нем обретает дар красноречия, который он использует, восхваляя Господа, даже если он хром, он сможет перейти через высокие горы, и даже если он слеп, сможет увидеть звезды в небе. Особенно важны примеры звезд в небе, потому что слепые люди иногда могут нащупать какие-то объекты вокруг себя, так обычно и бывает. Те люди, которые лишены зрения, ориентируются на слух или на ощупь, иногда действуя таким образом, абсолютно так же, как зрячие, не имея никакого, не проявляя никакой в этом смысле ограниченности. Однако звезды остаются для них недосягаемыми, их не нащупать и не услышать. Их можно только увидеть. Точно так же, когда я милости, Панчататва, Махамантра, Панчататва и лотос на стопах Панчататвы, памятуя, вернее, лотос на стопах Панчататвы, мы можем увидеть звезды чистого предного служения на небосклоне нашей жизни, увидеть, которые, в противном случае, мы не в состоянии. Деколь 6. Речи всех тех ученых, мужей, которые не верят в эти слова, читания чередамрит и подобные громкому кваканье лягушек. Каких речей? Речей или слов, что, памятуя, лотос на стопах Панчататва, немой может стать поэтом, хромой может перейти в горы, а слепой видит звезды на небосклоне. Люди, которые не верят в эти слова, читания чередамрит, пусть даже они очень ученые мужи или жены. Их слова подобны квакуне лягушек. Текст 7. Тот, кто не признает величие Панчататвы, в то же время делает вид, что преданно служит Кришне, никогда не обретет милости. Кришны и не приблизится к высшей цели. Тот, кто серьезно, комментарий Шрил Прабхупады, тот, кто серьезно относится к практике преданного служения в сознании Кришны, должен быть готов следовать правилам, установленным ачарьями, и понимать их философию. Шастра утверждает, дармасия татвам нихитам гухаям махаджяна, ей на годах сапанта, махабарата ванапарва, 313-е, глава, текст 117-й. Понять секрет сознания Кришны очень сложно, но тот, кто исполняет наставление ачарьи в прошлое, исследует поступам своих предшественников, в парампоре обязательно добьется успеха. Всех остальных постигнет неудача. Понять секрет сознания Кришны очень сложно, но тот, кто исполняет наставление ачарьи в прошлое, исследует поступам своих предшественников, в парампоре обязательно добьется успеха. Всех остальных постигнет неудача. К остальным относятся также те, кто считает, что слова ачарьи – это некая опция, которую мы можем принимать, а можем не принимать. Главное – принимать слова шастра. Да, даже мы слышим такую логику из уст твоих, шнавов, которые говорят, «Да, мы не знаем, например, что Прабхупанна говорил по тому или другому поводу». Или, может быть, мы знаем, но нам кажется, его слова не ясны. Но мы знаем, что ачарьи всегда говорят то, что говорят шастры. И поэтому, если мы будем просто читать шастры, то мы будем знать, что говорят ачарьи. Это логика порочна, потому что мы тем самым присваиваем себе положение ачарьи, которое, как известно, и уполномочен Господом на то, чтобы выбирать из шастр ту практику, те формы преданного служения, которые пригодны для конкретного места и конкретного времени. Шрил Прабхупада цассирует неоднократно стих, который содержится в Ваю Пуране. Ачарь – это тот, кто полностью понимает выводы всех благооткровенных писаний, уже в этом отличие между нами и ним. Во-вторых, ачарьи стапаятиапи – он воплощает эти принципы, глубоко усвоенные ими из наставлений священных писаний, воплощает их в форме религиозных принципов или правил преданного служения, которые в ачаре есть прерогатива устанавливать. То, что такое ачарь устанавливает, становится преданным служением, даже если это не содержится в буквальном смысле в словах священных писаний. Например, продавать книги на улицах Запада. Даже духовные братья Шрилы Прабхупада иногда не понимали и критиковали его за то, что он торгует книгами. Кто-то даже осмеливался говорить саркастические слова в его адрес. Говорят, ну, понятно, ачарь, этот Абхай Чарнаровинда, был торговцем вайши, и вот он по привычке продолжает торговать. Но они не понимают и не могут понять, не предавшись Шриле Прабхупаде, что у ачарьи, у такого ачарьи, как Шриле Прабхупада, есть пророга тила определять, что Кришна будет теперь принимать как совершенный, безупречный метод преданного служения. И он сделал таковым распространение книг на улицах западных городов за деньги. И поэтому те преданные, которые участвуют в этом методе распространения сознания Кришны, распространения книги Шриле Прабхупады, могут почувствовать то блаженство, то счастье и тот опыт сознания Кришны, то осознание и опыт, который невозможно получить никаким другим способом, неуполномоченным ачарей. Поэтому здесь в этом стихе говорится нужно следовать поступам вершествующих ачарей, и тогда он обязательно добьется успеха. И третье — «своям ачарачей ясмат». Такой ачаря также, помимо того, что он глубоко усваивает наставление Священных Писаний, он утверждает эти глубоко освоенные слова Священного Писания в форме религиозных принципов и методов преданного служения. И третье — «он ачар...» он сам лично является живым примером принципов, которые он усвоил, которые он, вернее, оставил нам. И вот это называется ачарей. Ачаря стена чуча ты. Тот, кто соответствует этим трем принципам. И поэтому нельзя рассуждать так, что вот ачарьи что-то сказали, но мы, может быть, не знаем, что они там сказали, но мы, главное, знаем шастры, и теперь мы знаем точно, что они бы нам сказали, если бы они были рядом с нами, или если бы мы их слушали. Не так. Это порочное рассуждение, порочная логика, и в комментарии праупанных говорит, что всех остальных, в том числе таких людей, обязательно постигнет неудачу. В этой связи можно привести слова на шрил народ Тамудавстакура «чария вайшнава сейва, нистарапа ищикеба» «Не служа духовному учителю, а чарьям прошлого, невозможно обрести освобождение». В другом месте он же говорит И признаю только того, кто следует по стопам шести Госвами, и пыль с лотосной стоп такого человека встанет мне пищей. Шил Пропада продолжает. Впрочем, Кришнарск Рожка с вами продолжает текст восьмой. Пурвеяче Джарасанда Адираджаган Веда Дарма Кори Каре Вишну Рапуджан В прошлом Джарасанда, тесть Камсы и многие другие цари тоже строго следовали ведическим ритуалам и таким образом почитали Господа Вишну. На самом деле хочется читать все комментарии Шил Пропады, но все-таки, чтобы добраться до читания Бхагавы, то мы будем пропускать их, если вы позволите, дорогие преданные. Читаем текст девятый. Кто не считает Кришну Верховной Личностью Бога, тот, несомненно, демон. Подобно этому, любой, кто не признает вши читания Махапрабху Кришны, того же Верховного Господа, тоже является демоном. Шил Пропада в комментариях говорит о том, что Нарасанда был ващнавом, по большому счету, пополнялся в Вишну, при этом он был демоном, и отпадал на Кришну Верховную Личность Бога. Иногда даже ващнавы нынешние, некоторых других сампродай, начинают нападать на Кришну, чтобы доказать, что Вишна Верховнее. В процессе этого, этих попыток доказать, они ставят какие-то священные писания, забывают, что они фактически подавляются для Расанды, который, поклоняясь Вишну, обрушивал свое оружие на Господа Кришну, не признавая в нем той же самой Личности, которой он поклонялся с помощью Яги и Пуджи. И Шил Пропада пишет в комментарии, буквально одно предложение я хотела процитировать. Тот, кто желает обрести успех на пути сознания Кришны, должен иметь совершенно ясное представление как о Личности Гаврасундры, так и о Личности Кришны. Знать Личность Гаврасундры, значит знать тех, чьи имена составляют мантру Ши Кришна Чайтанья Прагуни Тянанда Сиадвейта Гананхара Шивасани Гавра Бхагда Вринда. Автор шочетания Чиритамриты, опираясь на мнение своих предшественников, подчеркивает этот важный принцип, без которого невозможно совершаться в сознании Кришны. Текст 10-й. Господь Ши Чайтанья Махапрабху думал так, «Если люди меня не признают, их ожидает погибель». С этой мыслью милостивый Господь принял Саньясу. Текст 11-й. Даже если человек выражает мне почтение только потому, что принимает понятие обычного Саньяси, он избавится от страданий и в конце концов обретет освобождение. И поэтому даже Ачарьи других, или Вашнаву других сампродай, Мадва и Шираману же сампродай, они почитают Господь Шитани Махапрабху и выражают вам почтение. Они не читают его Кришны, но согласно этому стиху Ши Чайтанья Чиритами, то сам Господь Чайтанья Махапрабху обещает им освобождение, поскольку они предлагают ему поклоны. Текст 12-й. Текст 13-й. Текст 13-й. Поэтому, воздев руки, я снова обращаюсь к вам, дорогие мои люди, поклоняйтесь Шитани Нитянанди, отложив в сторону бесполезные доводы. Логики говорят, не уяснив всего с помощью логики и аргументов, как можно решить, кому поклоняться. Текст 15-й. Шри Кришна Чайтанья Дая Караха Вичар, Вичаро Карилы Читы Паби Чаматкар. Удивительный стих 15-й, 8-й главы, где говорится, если вы действительно привержены логике, то сделайте предметом ее рассмотрения милости Ши Чайтани Махапрабху. Тогда вы поймете, насколько она поразительна. Если вы хотите по-настоящему логику применить в преданном служении, попытайтесь с помощью нее понять милость Господа Чайтани. Она сломается на этом, эта логика ваша, на милости Господа Чайтани Махапрабху. И таким образом достигнет своего совершенства. Комментарий Ши Пропады пишет. Большой комментарий, я не буду его читать. Хотя очень хочется. Текст 16-й. Тот, кто наносит 10 искороблений Святому Имени, в то же время повторяет Махамантру Харе Кришна, несмотря на все свои усилия, не обретет любви к Богу. Высшее цель повторения Святого Имени, даже если будет повторять Святое Имя на протяжении многих жизней. Комментарий Ши Пропады. Ши Ва Бахистанта Сарасу Читакур пишет, что человек может повторять мантру Харе Кришна в течение многих-многих лет. Но если он не признавший Кришна Читанию Махапрабху, он не сможет подняться на уровень преданного служения. Необходимо строго следовать наставлениям Ши Читании Махапрабху, которые он дает в Шикшаштыке. Трината Пису Нечина, Тарора Писа Хишнуна, Аманина Аманадына Киртаниясына Харихи. Повторять Святое Имя Господа следует в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломой, лежащей на улице. Нужно быть терпеливее дерева, не иметь никакого самомнения и быть готовым оказать почтение каждому. В таком состоянии ума Святое Имя Господа можно повторять постоянно. Здесь много что говорит Святое Имя Господа в комментариях, но опять же, дорогие пряные, я побуждаю вас читать Читании Шритам Рито самостоятельно. Здесь очень много всего содержится, удивительно. Текст 17-й. Перевод. Углубляя свои философские познания, человек способен осознать свою духовную природу и обрести освобождение, а совершая жертвоприношение благочестивой поступки, можно получить награду права на чувственное наслаждение на высших планетах. Но преданное служение Господу столь редко, что обрести его нельзя, даже совершив множить многие тысячи жертвоприношений. Шритам Рито пишет в комментариях, ссылаясь на прохладу Махараджа, что никто не может обрести Кришна-бхакти преданное служение Господу путем формального отправления реведических ритуалов. Для этого необходимо обратиться за помощью к чистому преданному. В одной песне народам даст такую из таких слова Ачхария, Вайшнава, Сэва, Нистара, Паэчи, Кеба. Найдется ли тот, кому удалось возвыситься, не служа чистому Вайшнаву, задается риторическим вопросом Шритам Рито. Махараджа Прохлада утверждает, что до тех пор, пока человек не примет себе на голову пыль в лотос на стоп чистого Вайшнава, ему не достичь преданного служения. В этом весь секрет. Приведенная здесь тантра-вичара, бачана, тантра-вачана, изречение из тантры, взята из бхакти-расамита-синду 1.1.36 является для нас совершенным руководством в этом вопросе. Текст 18-й. Если преданное ожидает от Господа освобождения или чувственных наслаждений, то Кришна немедленно дает их ему, но чистое преданное служение он до поры, до времени прячет вот такого преданного. Текст 19-й. Раджан патир гуру ралам бхага бхаватам яду нам дай вам прияку лапати свачаким коровах асвэй вам анга бхагаван бхажатам мукун до муктин дадати кархичитс манабхакти йогам Цитата Шимадбхагаватам, очень важный текст, 5-я глава, 5-я песня, 6-я глава, текст 18-й. Великий мудрец Нарада сказал, мой дорогой Юдштира Махараджи, верховная личность Бога, Кришна, всегда готов прийти на помощь вам. Он ваш повелитель, гуру, Бог, самый дорогой друг и глава вашей семьи. И тем не менее, он иногда соглашается быть вашим слугой или посыльным. Вам несказанно повезло, ибо такие отношения возможны лишь для тех, кто занят бхагти йогой. Господь может с легкостью даровать освобождение мукти, но получить от него бхагти йогу трудно, поскольку она ставит его в зависимость от преданного. О, удивительный комментарий. Я не знаю, дорогие преданные, мы не дойдем сегодня с вами до читания бхагават или нет, но я не смогу удержаться от того, чтобы не прочитать этот текст, этот комментарий для вас. Шелопадо пишет. Описывая качество Ришаба Девашу, когда Магасвами указал на различия между бхагти йогой освобождением, произнеся данный стих. В отношениях с Яду и Пандавами Господь иногда выступал в роли их господина, иногда в роли их советника, друга, главы семьи и даже слуги. Иногда Кришна взялся, однажды Кришна взялся исполнить указания Иудуштхиры и лично доставил в Иудурьодане его письмо с предложением мира. Он также стал корешнейшим Аржуны. Это доказывает, что бхагти йога устанавливает между преданными и верховной личностью Бога близкие отношения. Такие отношения имеют вкус одной из пяти трансцендентных рас – Даси, Саки, Вацали или Мадури. Если же преданный, еще шанта здесь не упомянуто, но она подразумевается, если же преданный стремится просто к освобождению, он очень легко добивается этого от верховной личности Бога, что подтверждает Биламангла Дхакур. Мукти своя муколитанджали, сейватайсман, для преданного мукти не имеет большой ценности, поскольку мукти всегда стоит дома, у порога его дома, ожидая указаний. У кулитанджали, анджали означает сложенными руками в пранамамудрию, в это вот мудрее указание почтения. Поэтому настоящего преданного должно привлекать поведение жителей Вриндавана, которые неразрывно связаны с Кришной узами любви. Земля, вода, коровы, деревья и цветы служат Кришне и в Шанта-расе. Его слуги служат ему в Дасе-расе, а друзья-пастушки и в Саке-расе. Старшие гопы и гопи служат Кришне в качестве его матери и отца, дяди и других родственников, тогда как юные гопи, девушки-пастушки, служат Кришне в расе супружеской любви. Служа Кришне, преданный должен почувствовать естественную предосположенность, скажет, к какому-либо виду этих трансценентных отношений. Только тогда его жизнь увенчается успехом. Обрести освобождение для преданного не составляет особого труда. Освобождение может отрести даже тот, кто не способен установить отношения с Кришной. На самом деле, комментарий продолжается, но все-таки я должен себя сдержать и прийти к следующему стиху. Мы подбираемся к стихам, в которых Кришндацкая Вираж Госпами, описывая читание Бхагавату, на Бриндавандастакура выражает свое почтение ему. С этой целью мы начали чтение 8 главы Аделилы. Теперь текст 20. Господь Шичитане Махапрабху раздавал любовь к Кришне всем и каждому, даже таким падшим душам, как Джагай Мадхай, что же говорить о благочестивых и праведных. Текст 21. Сватантра-исвара-прима-нигудха-бандара-балайла-ярэ-тарэ-накайла-вичара. Шичитане Махапрабху, Верховная Личность Бога, полностью независимы, поэтому Он может, не делая различий, всем и каждому раздавать любовь к Богу, хотя это самое заветное сокровище. Шилапапады пишет в комментарии. Таково благо, которое несет движение Господа Шичитане. Если кто-нибудь так или иначе соприкоснется с движением сознания Кришны, он... Так... Он свободно раздает любовь к Богу всем подряд, и в этом может убедиться каждый, о чем говорится в следующем стихе. Сухи-глазе второй. Ад-дя-пиха-ды-ка-чайтанья-нама-эйло-йо Кришна-преми-пулокашру-вихволоси-хо-йо. Даже в наше время любого человека будем праведником или богохульником, повторяющего Ши-кришна-чайтанья-прабуни-ти-ананда немедленно переполняет восторг, и глаза его наполняются слезами. Шарапрупада предостерегает в своем комментарии от Прокриты Сахаджи, который повторяет Нитайгора, Дишьям, но имеет весьма отдаленное представление философии боговаты и не следует правым приписаниям. Но это просто потому, что они произносят Баджини и Тайгору, у них немедленно появляются, наращиваются на глаза слезы и проявляют другие признаки экстаза. Хотя они толком не знают принципов ошнарской философии, не имеют должного образования, этими признаками они привлекаются и многих людей, которые становятся их последователями. Дальше Прокритопадок говорит, их экстатические слезы, безусловно, в конечном счете помогут им, ибо как только они повстречают на своем пути чистого, преданного их жизни, уменьшаются успехом. Поскольку они повторяют святые имена Нитайгоры, их быстрое подвижение на пути любви к Богу очень заметно даже на начальных этапах Прокрита Сахаржи. Очень великодушное написание. Текст 23. Стоит кому-нибудь упомянуть о Нитянаде Прабу, как в этом человеке пробуждается любовь к Кришне. Все части его тела приходят в беспокойство от экстаза, и слезы текут из его глаз, как потоки ганги. Текст 24. Существует оскорбление, которое следует напомнить при повторении мантры Харе Кришна. Повторяя Харе Кришна бездумно, невозможно достичь экстаза. Под бездумность имеется в виду невнимательно. Не то, что мы должны как-то умственно прилагать усилия к тому, чтобы повторять. Но мы должны внимательно слушать, как говорил Шила Прабхупада. В этом комментарии к 24-му тексту Прабхупада, перечисляя 10 оскорблений с того имени Господа, мы пропустим этот комментарий, перейдя к 25-му тексту. Если сердце человека не меняется, если из глаз его не блются слезы, тело не стрясает дрожь, и мурашки не бегут по коже, когда он повторяет маха-мантру Харе Кришна, надо понимать, что его сердце твердло, как железо. Это результат оскорбления лотосных стоп святого имени Господа. Комментарий Шила Прабхупада цитирует Баксиданту Сарасвати Такура. Комментарий крайне важен, он короток, я прочитаю его. Шила Баксиданту Сарасвати Такура отмечает в комментарии к этому стиху, который является цитатой с Шимадбхагаватом 2, 3, 24, что иногда маха-бхагавата, преданный очень высокого уровня, не проявляет таких признаков трансцендентного экстаза, как слезы. Тогда как Аништхатикари, преданный неофит может проявить их, когда пожелает. Однако это вовсе не означает, что неофит находится на более высокой ступени предпуховного развития, чем преданный маха-бхагавата. Критерием перемен, которые происходят в сердце при повторении святого имени, маха-мантры Харе Кришна, является утрата вкуса к материальному наслаждению. Вот критерий, не слезы. Это настоящая перемена. Бхактир, парешану, бхаву, верактир, анят, рача, бхагаватом, 11, 2, 42. Тот, кто действительно продвигается по пути духовной жизни, становится все более отрешенным от материальных наслаждений. Иногда можно увидеть, как Аништхатикари, преданный неофит, искусственно вызывает у себя слезы во время повторения мантры Харе Кришна, но при этом он по-прежнему привязан к материальным вещам. Это свидетельствует о том, что в его сердце еще не произошли перемены, настоящие перемены, поэтому такого рода перемены, потому что такого рода перемены должны проявляться в поведении человека. Сих, 26. Эка Кришна нам и каре сарва папа нашу, премира кара на бхакти каре на пракашу. Достаточно без оскорблений произнести маха-мантру Харе Кришну, чтобы все грехи были смыты. Так проявляется чистое преданное служение, причина любви к Богу. Тих, 27. Премира уда и гоё, премира викар, сведокам папулака дигангада шудхар. Когда трансцендентное любовное служение Господу пробуждается в сердце, это приводит к тому, что у человека появляется испарина, тело его иногда потрясает дрожь, сердце учащенно бьется, голос прерывается, и из глаз льются слезы. Повторение маха-мантры Харе Кришна позволяет достичь таких высот духовной жизни, что материальное бытие человека прекращается, и вместе с этим он обретает любовь к Богу. Святое имя Кришны столь могущественное, что достаточно произнести Его хотя бы раз, чтобы получить все эти трансцендентные сокровища. Комментарий Шивы Прабхупады. Тот, кто повторяет мантру Харе Кришна с оскорблениями, не достигнет желаемого результата. Поэтому необходимо тщательно избегать всех оскорблений, которые уже были описаны в комментариях к 24 стиху. Так вот, сейчас мы переходим уже непосредственно к описанию читания Бхагаваты Шривриндавандастакура, текст 29-30. Если кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и снова, но любовь к Верховному Господу все же не проявляется в Его сердце, и слезы не текут из глаз, это значит, что из-за оскорблений при повторении Святого имени, семя Святого имени, Кришна не может прорасти. Комментарий Шивы Прабхупады. Тому, кто повторяет мантру Харе Кришна с оскорблениями и достигнет желаемого результата, поэтому необходимо тщательно избегать всех оскорблений, которые уже были описаны в комментариях к 24 стиху. Ну а теперь надежда. Вот это первый текст. Чайтанья нитянанде нахи эсабабичар намо лаэте преманда дено бахи ашрудхар Но если человек, пусть и с небольшой верой произносит святые имена Господа Чайтани, нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только такой человек начинает повторять маха-мантру Харе Кришна, он чувствует Боженство в любви к Богу. Комментарии Шилы Прабхупады, которые нам также придется пропустить. Придется, потому что, дорогие преданные, напоминаю, что мы хотели сегодня перейти в чтение читания Бхагаваты. Мы читаем этот раздел специально для того, чтобы прославить читание Бхагаваты, Вредаундастакура устами, Кришна Даса Кавираж Госвами и Шилы Прабхупады. Поэтому мы переходим к тому месту, где Кришна Даса Кавираж Госвами начинает делать это. Независимый Господь Верховная Личность в высшей степени Великодушен. Не поклоняясь Ему, невозможно обрести освобождение. В этой связи Шилы Прабхупады замечает, что не следует предотвращать поклоняться Раде Кришне ради поклонения Шачтани Мухапрабху. Поклоняясь либо только Раде Кришне, либо только Господу Читани, невозможно достичь высокого духовного уровня. Даже не поклоняться и тому, и другому. И дальше он говорит очень важную вещь. Нужно стать послушными учениками всех шестерых Госвами от Шивы Рагунатхи, Рупа Гасвами, Даруганатхида Сингасвами. Не следовать их наставлениям, а вместо этого выдумывать свои способы поклонения Гаврасундаре и Раде Кришне, значит совершать великий грех, прокладывая себе дорогу в ад. Если человек пренебрегает наставлением шестерых Госвами, но при этом выдает себе запретного Раде Кришне, он лишь порочит истинных преданных. Полагаясь только на собственные размышления, такой человек приходит к выводу, что Гаврасундар – обычный вайшнав. Это лишает его возможности совершенствоваться в служении Верховной Системы Бога Раде Кришне. И теперь Кришнатский Раде Кришне обращает к нам свой призыв. Восторженный призыв. О, глупцы, простите Шичитане Мангал. Прочитав эту книгу, вы сможете понять все величие Шичитане Махаправу. И Читане Мангала, пропадо объяснять в комментарии, Читание Бхагавата Швилавриндаундастакура изначально была заглавлена Шичитане Мангала. Но позднее, когда Швилавриндаундастакура написал книгу с тем же названием, Швилавриндаундастакура сменил название своей книги, и в наше время она известна под именем Шичитане Бхагавата. В этой книге очень подробно описана жизнь Шичитане Махаправу, и Кришнатский Раде Кришне уже предупредил нас, что в своем произведении он опишет только то, о чем не упоминает Вриндаундастакура. Такое отношение к Шичитане Бхагавате показывает, что Кришнатский Раде Кришне признавал принципы чинической преемственности. Автор духовных произведений никогда не станет пытаться в чем-то превзойти предшествующих ачарий. Здесь я должен сказать, что к этим глупцам я отношу себя. Я никогда не читал читания Бхагавата. 30 лет прошло с тем пор, как я начал пытаться заниматься практикой предного служения по милости Лайшнову, как раз вот в эти дни, где-то в начале марта 91-го года. Но я читал какие-то фрагменты из читания Бхагавата, и шлоки, и выдержки, но так от начала до конца так и не досужился почитать эту книгу. Теперь с вашей милостью, и по вашей милости, и также поскольку вы составляете мне компанию, и повод даете для чтения этой книги, надеюсь, что я все-таки ее прочту раньше, чем уйду из этого тела. Итак, пешенарский врач Касайми говорит, «О, глупцы, простите же читание Мангулу», то есть читание Бхагавата. Прочитав эту книгу, вы сможете понять все величайшее читание Махапрабху. Кришна лила Бхагавате Кахи Веда Вьяс, Чайтанья лила Ро Вьясо Вриндавана Дас. Такур Вриндаван Дас описал игры Господа Читании, подобно тому, как Вьясадева описал все игры Господа Кришны в читании Шиман Бхагаватам. Такур Вриндавана Даса Койла Чайтанья Мангала Ян Хорош Равани Наши Сарва Амангал Такур Вриндаван написал Ши Читании Мангалу, любой, кто слушает его произведение, избавится от всех несчастей. Чайтанья Нитайра Джате Джанией Махима Яджате Джани Кришна Бхакти Сидданты Расима Ши Читания Ши Читания Мангалу, то есть читания Бхагавата, можно понять все величие и истинное положение Господа Читании Нитинанды и прийти к окончательному заключению превосходства предного служения Господу Кришне. Я прочитаю комментарий Праупады, который имеет непосредственное отношение к этой теме. Ши Читания Бхагаватам – это авторитетное писание, которое позволяет постичь науку предного служения, но поскольку оно слишком обширно, только немногие способны понять смысл этой книги. Ши Читания Бхагаватам – это изначальные комментарии к Веданта Сутре, которые именуют Няя Прастан. Веданта Сутра была написана для того, чтобы помочь людям постичь абсолютную истину с помощью безупречных логических доводов, и потому естественный комментарий к ней Ши Читания Бхагаватам столь обширен. Профессиональные истицы создали впечатление, что Ши Читания Бхагаватам описывает только раса Лилу Кришны, хотя раса Лиле посвящены всего-навсего – пять глав 10-й песни, 29-й по 33-ю. В результате на Западе у людей сложилось мнение, что Кришна – большой любитель женщин, и нам во время проповеди на Западе иногда приходится сталкиваться с этим ошибочным мнением. Другой помехой на пути понимания этого Писания становится введенная в обиход этими профессиональными истицами практика семидневных чтений Бхагаватам, Бхагаватам саптаха. Они стремятся разделаться с Бхагаватам за неделю, тогда как смысл его настолько глубок, что даже один-единственный стих Шима Бхагаватам, если подойти к нему правильно, не объяснишь их за три месяца. В этих условиях простым людям будет очень полезно читать читание Бхагаватам. Ибо эта книга поможет им понять предное служение Кришну, Господа Читанию и Нисянанду. Шеларупа Госвами говорит, Предное служение Господу, не основанное в авторитетных ведических писаниях, упанишадах, пуранах, нараде, панчаратре и других, лишь причиняет ненужное беспокойство обществу. Из-за неверного понимания смысла Шима Бхагаватам люди не смогут понять науку о Кришне. Однако, прочитав книгу Шила Виндаунда Астакура, любой сможет с легкостью разобраться в этой науке. Кришнецкий выражитель Госвами продолжает послаблять читание Бхагаватам. Ши Читания Мангали, позже получивший название Ши Читания Бхагаватам, Шила Виндаунда Астакура, изложил суть науке преданного служения «Цит Юрия в трететной стихии Шима Бхагаватам». Текст 38-й. Даже если отъявленный безбожник станет слушать Читания Мангалу, он немедленно станет великим преданным. Это можете приглашать к трансляции ваших родственников, если у вас есть родственники, которые являются отъявленными безбожниками. Сейчас таких мало, конечно, но мы можем воспользоваться благословением. Это книга столь прекрасна, что кажется, будто сам Ши Читания Махапрабху говорит устами Ши Виндаунда Сута Акура. И здесь Прабхупада пишет в комментарии, «Кришнарский вираж Госвами, поскольку создавая литературные произведения, преданный служит Господу, Господь изнутри дает ему столько разума, что преданный чувствует себя так, как будто он сидит рядом с Господом и в его обществе пишет свою книгу». Прабхупада говорит Ши Виндаунда Сута Акура, очевидно опираясь на свой собственный опыт. Кришнарский вираж Госвами подтверждает, что все написанное в Риндаунда Сута Акурам было поведано ему самим Господом Читания Махапрабху, а он лишь повторяет услышанное. То же самое справедливо в отношении Ши Читания Чири Тамриты. Кришнарский вираж Госвами писал эту книгу, будучи уже немощным стариком. «Но из-под его пера вышел шедевр, о котором Шилы Бхак Сиданта в старомстве Госвами Махараджа говорил, придет время, и люди во всем мире будут учить бенгальский язык только для того, чтобы читать Читания Чири Тамриту». Сейчас мы пытаемся представить это произведение на английском языке, и не знаем, насколько удачной будет наша попытка, но любой, кто читает Читания Чири Тамриту в оригинале, ощущает постепенно углубляющееся блаженство преданного служения. И мы заканчиваем описание Вриндавандаст Акуры, Читания Бхагаваты, устами Кришнардаса Кайвараджа. В сороковом тексте он пишет «Вриндаванадаса па-де-коти-намаскар, а-че-гранта, а-че-гранта-кари-тэнхо-тарила-самсар». «Миллионы поклонов лодостным стопам Вриндаванадаса-такура». «Никто другой не смог бы написать такой прекрасной книги, которая несет освобождение всем падшим душам». «Сорок первый. Нараяни чайтан нера учишта баджан, тандра гарби джан мила сридаса бриндабан. Нараяни вечно вкушает остатки трапезы, Шичитания Махапрабу. Шилвиндаундаст Акур появился на свет из ее лона». Здесь мы прочитаем комментарий про Вриндаванда, который пишет В 43-м тексте Гаурага Надеши Дипики, книги Кави Карнопуры, в которой описываются все спутники Шичитания Махапрабу и то, кем они были в прошлом воплощении, встречается следующее упоминание Нараяни. Когда Кришна был ребенком, у него была кормилица по имени Амбика. Младшую сестру ее звали Килимбика. Во времена Господа Шичитания эта Килимбика часто вкушала остатки трапезы Господа Шичитания Махапрабу. Той Килимбикой была Нараяни, племянница Шиваса Такура. Позже, когда она выросла и вышла замуж, из ее лона родилась Шилвиндаундаст Акур. Преданный Господа Шичитании славится своим служением Господу, поэтому, говоря о Шилвиндаундаст Акуре, мы говорим и о его матери Нараяни. Шилвиндаундаст Акур отмечает в этой связи, что о предках Фриндаундаст Акур с отцовской стороны. А с отцовской стороны у нас нет никаких данных за ненадобность. Текст 42. Это последний текст, который мы прочитаем из Читания Ширитамриты. Нет, не последний. Танра киятбута чайтанья чарита варнан, столь удивительное описание Игорь Господа Шитания он оставил. Во всех трех мирах любой, кто услышит его, очистится от всей скверны. Я горячо призываю всех, встаньте на путь преданного служения, который указал Господь Читания Нитянанда. Указали. Итак, избавьтесь от всех страданий материального бытия, обретя в конце этого пути преданное служение Господу. Текст 44. Сначала он кратко описал Игорь Господа, а потом он изложил их подробно. Чайтанья чандрэра лила ананта апара Варните варните грандха хайла вистар Играм Господа Шитании нет конца, поэтому их описание сделало книгу слишком объемистой. Некоторые лилы казались ему такими бездонными, что позже он чувствовал, что не описал их должным образом. Нитянанда лила Варнане хайла авеш Чайтанья ра шеша лила рахило ава шеш Охваченный экстазом, Вриндаванда Астакура рассказал об Игры Господа Нитянанда, но заключительные игры, что читания Махапробутака остались неописанными. Придные во Вриндаване горели желанием услышать об этих играх. В Святом Вриндаване в месте паломничества по деревам в своем желании стоит золотой трон, украшенный драгоценными камнями. И там, на самом деле, стоит здесь, наверное, прерваться, потому что здесь Кашиндарский вираж Госвами будет описывать сейчас историю того, как он получил благословение Маданмуханы, божества Вриндаваны, на составление читания Чиритамриты. Как вайшнавы во Вриндаване постоянно слушали читания Мангалты, читания Бхагавату, но поскольку заключительные игры Господа не были описаны в ней, они попросили, этот преданный, его звали Харидас Пандит, сколько я помню, да, он попросил Кришна Саквиражника с вами составить. Вот, дорогие преданные, это наша Мангала Чарана к чтению и читанию Бхагаваты, и поскольку у нас осталось еще буквально несколько минут, мы начнем все-таки сегодня читать читание Мангала с вашего благословения. Напоминаю, что мы читаем ее в русском переводе, в переводе на русский язык одной вайшнавов, одной правской галдивой вайшнавской организации, они любезно предоставляют перевод, поскольку на русском языке пока этого перевода, по крайней мере, я не видел. И мы начинаем чтение с первого стиха, читания Бхагаваты, известного стиха. Я постиченно склоняюсь к перешить читания Махапрабу и Шиницинанды. Их тела желто-золотые, глаза подобны лепесткам лотоса, а прекрасные длинные руки достигают колен. Они возвестили начало движения Шри Кришны Санкиртаны. Они хранители вселенной, лучшие из брахманов, защитники подлинной религии Века Кали, дарующие благо всему живому. Поистине, они самые милосердные и сострадательные аватары Бога. Первый стих молитв, дальше мы будем читать комментарии Шилы Бхагистанта Сарасвати Такура. Он довольно объемный к этому стиху, поэтому мы, наверное, на этом закончим сегодняшнее чтение, чтобы завтра начать уж с первого стиха читания Бхагаваты, который мы прочитали таки, и прочитаем комментарий Шилы Бхагистанта Сарасвати Такура к этому стиху и продолжим наше чтение. Напоминаю, дорогие преданные, что мы читаем читание Бхагавату, сегодня мы читали читание Чиритамриту, как Мангала Чарана к этому чтению вспоминали историю перевода, читание Чиритамриты и Шилы Бхагаду, у которого была дилемма, что же перевести в начале, читание Чиритамриты и читание Бхагавату. Завтра мы продолжим это чтение, будем читать по милости Кришны и Господа Читания, если у нас получится каждый день с 5 до 6 по московскому времени, с 5 до 6 вечера в это же время, просто чтобы очистить свои сердца и пригласить в эти сердца Господа Кришну Читанию, Махапрабу, который явится в этот мир по Вячеславскому календарю 28 марта, в день Говоропорнимы. Большое спасибо, на этом мы закончим сегодняшнее чтение, ждем вас завтра в 5 часов по московскому времени на каналах YouTube, в группе ВК и также на канале Instagram. Большое спасибо за ваше участие.